Одной из самых важных тем неизменно является здравоохранение. Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян провели приём граждан. На мероприятии также присутствовал глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный, который уделяет большое внимание развитию этой сферы и всегда готов услышать мнение граждан по данной тематике. Посетителей в основном интересовали вопросы, связанные с записью к узким специалистам. Например, Анна уже долго не может получить талон к окулисту для своего ребёнка, у которого в ходе школьного профилактического осмотра обнаружили снижение остроты зрения. Алексей Иванович напомнил, что в подобных случаях с родителями должны связаться. Александр Арменович подтвердил, что в этом направлении ведётся работа, и всем гражданам, у детей которых в коде профилактических осмотров были выявлены какие-либо нарушения, предложат запись к соответствующему специалисту. Кроме того, главный врач Дмитровской областной больницы отметил, что скоро к работе в учреждении приступит ещё один окулист, благодаря чему местные жители смогут быстрее записаться на приём. Матери Сергея назначили электрофорез, и ей приходится ездить на процедуру в Яхраму. Мужчина обратился к министру с вопросом о том, когда в Дмитрове появится физиотерапевтическое отделение. Оказалось, что ждать осталось недолго. Оно откроется в здании взрослой поликлиники, когда там завершится ремонт. То есть уже в конце этого года. Галина пришла на встречу, чтобы разузнать побольше о целевом направлении. Её родственник в следующем году оканчивает школу и мечтает стать врачом. Министр поддержал стремление молодого человека, рассказал о процедуре предоставления целевого направления и напомнил об обязательствах, которые берут на себя будущий работодатель и выпускник. Посетители остались довольны полученными ответами. Напоминаем, что с вопросами, касающимися работы Дмитровской областной больницы, все желающие могут обратиться к Александру Арменовичу. Часы приёма указаны на официальном сайте учреждения.